Приветствую вас. Прежде всего, хочется сказать следующее о треугольнике Карпмана, который вам обязательно нужно изучить. В данном треугольнике вы находитесь на правах в позиции жертвы, то есть вы жертва, это очевидно, вы очень такая ярко выраженная жертва, я бы сказал. Вот. И, соответственно, все детали выходные жертвы. То есть это анализ взаимодействия с Муни, в общем, анализ того, как вы с ним общаетесь, со вторым можем, да и с первым, в принципе, тоже можно. Вот. Все вот это нужно разбирать. Пока я вижу очень сильно выраженную такую прямо жертвенную позицию с вашей стороны. Вот. Погнал. Я вижу. Это значит первое. Второе. Это момент уверенности в себе. Это момент потребности в ком-то рядом с вами. Это момент самостоятельности, может быть, вашей, которая, на мой взгляд, также не реализуется. То есть, ну, то, что вы убегаете от него, именно вы бежите. То есть, вы не пытаетесь показать мужчине, что, как бы, это ваша жизнь, что вы самостоятельно, что вы знаете, чего вам хочется и так далее. Ого. Ничего этого не происходит. Вместо этого вы убегаете, а мужчина вас преследует. Хотя, никто не правил лишать вас свободой. То, что делает мужчина, это противозакон. Равно как и то, что он вселился в вашу квартиру. Почему вы не подали на развод, для меня тоже остается загадкой. То есть, тут не убегать надо от него, а на развод подавать. Вот. Вы же пишете о том, что удалось переехать от него и работу найти. Но он приехал со мной, откуда он знал, где вы живете. Какая разница, поддерживают его родители или нет. Какая разница. Понимаете, какая штука. То есть, складывается ощущение, что вы играете в игру. Вот. Есть такая игра, называется «Дед лимитый». То есть, вы используете своего мужа, потому что боитесь того, что окажетесь без него, без поддержки, без какой-то заботы, без контроля может быть. Понимаете? И мужчина вам нужен для того, чтобы постоянно вас третировать. Состояние жертвы вам как бы точно нужно. Вам для чего-то это состояние нужно. И поэтому я бы говорил не о том, как вам быть. Как вам быть, вы знаете, и так. Я говорил бы о том, что вам мешает действовать адекватно, что вам мешает действовать правильно, что вам мешает действовать верно. Вот о чем бы я говорил на самом деле. Понимаете? Поэтому, собственно, и есть тонкость. Поэтому, собственно, и необходимо разбираться именно с вами, что происходит. Не с ним, а с вами. Это вот то, что можно сказать. У вас уже дошло до приюта. Вы говорите о каком-то приюте. Это очень-очень-очень сильное жертвенное боевство. Нежелание брать ответственность за себя и защищать свои права. Понимаете? Что нужно было сделать, это вот подать на развод. Что нужно было сделать, это с работы привести людей. Или там, не знаю, обратиться в полицию, сменить звонки и так далее. Но все это почему-то не произошло. И исходя из этого, я предполагаю, что вам по какой-то причине это все выгодно. Вы получаете выгоду из того, что делаете. Вот. И как только вы, вот вспомните, как вы чувствовали себя без мужа. Ну вот. А как вели себя ваши родители? Ведь они же вас, что, они вас, скорее всего, подавляли? Они же вас, скорее всего, также принижали. Они вас, вам, скорее всего, внушали какие-то такие вот похожие вещи относительно того, что происходит сейчас с вами. Это все отели детско-родительского сценария. Сценарии жертвов. Вот. Значит, вы развелись в первом муже. Но сколько времени прошло между первым и вторым браком? Вы об этом не пишите. Сколько времени прошло между первым и вторым браком? А это важно. Все мужчины, оба мужчины, вас, значит, обесценивают, вас принижают. Как бы умом вы понимаете, что плохо так. Плохая париция. Не должно так быть. Вы это понимаете. Но, подознательно, вам хочется, чтобы это было. Потому что без этого вы чувствуете меня через чересчур в тревожном состоянии. Ополагать. Ну, просто тогда на скидку. Да. Насколько вы уверены в себе. Насколько вы принимаете себя. Насколько вы самостоятельны. Вот. Как у вас вопрос ответственности решается. Вы понимаете? Вот. Это все очень важно. На самом деле. То, что... То, что... Мужчина вот у вас такой оказался, что... Говорит, мол, ты должна там сидеть дома, а вы вынуждены... Вы вынуждены... Работать. То есть, как бы... Это, опять, счастливое поведение. Вот. Соответственно, здесь... Нарушение личных границ. Несоблюдение личных границ. Вот. Это все имеется. И вот с этим нужно работать. В первую очередь. А пока... 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 Пока надо подавать на разворот. Вот. Перестать с ним, спорить, что-то доказывать. Обвинить... Обвинить... Сходить в полицию, обвинить мою жену в закрытии документов. То есть, сказать, что вот... У меня нет документов. А... Мой муж их спрят. Как бы... Ну вот. И все. Значит... Все равно в базе этого есть. Как бы... Кто вы так знаете. Будет известно все равно. Вот. Так что, я думаю, пора брать дело в свои руки. Хотя бы ради сына. И... Уже брать ответственность за себя. А не вот... Не то, что вы... Делаете... Как бы вот... Ну, во всей этой ситуации, да. Не то, что вы... Делаете. Вот. Не то, как вы себя... Ставите... В этом контексте. Понимаете? Вот. Что еще? Что еще? Эм... Так. Выход есть. Выход есть. Эм... Это вот... Работа с психологом индивидуальная, во-первых. И во-вторых. Правовая база. То есть... Юридическая консультация. Вот. И... Все. Проработка. То есть... Если потребуется провести психо-неврологическую экспертизу, для того, чтобы подтвердить, что вы в полном уме и здравии находитесь и отвечаете за свои действия. И... Не начнете брать на себя ответственность именно искренне. Вот. Это не будет работать, если вы не перестанете, грубо говоря, бояться. Боятся... Боятся близости. Боятся близости. Как вы боитесь ее сейчас? Углубиня души. Вот. Я полагаю, это то, что можно вам сказать. Уверен, что варианты, кстати говоря, вам предлагали. Вот. Я уверен, что варианты вам предлагались. И... Скорее всего... Скорее всего... Варианты вам не отвергались. То есть вы отвергаете варианты как неподходящие. Это, по большому счету, еще одна игра. Которая называется... Если бы... Значит... Ты мог бы... Если бы... Да, но... Вот так. Это называется да, но. А ты мог бы сделать что-то... Да, но... Вот. И, соответственно, вот эти игры стали заменой вам. Вашей близости с людьми. На мой взгляд. По крайней мере. Ну и все же обязательно с треугольником Карпа на знакомьтесь. Вот. Из... Из него нужно выходить. Сейчас вот. На данный момент. Хотя бы ради сына. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать их в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на наш канал.